В селе Васильевское на станции водообработки установили новое оборудование по очистке воды. Станция вошла в программу губернатора Московской области «Чистая вода Подмосковья». Она направлена на то, чтобы обеспечить жителей качественной питьевой водой. По губернаторской программе «Чистая вода» в этом году мы установили, как обещали жителям, две новые современные станции очистки и обезжелезования. В Мостовике стоимостью общей 3 миллиона 100 тысяч рублей и в Васильевском 2,5 миллиона. Наше софинансирование составило всего 10%. Железо накапливается в организме, попадая туда с водой. Избыток его опасен для здоровья. Чтобы снизить уровень вреда, устанавливают станции обезжелезования. То, что у нас многие уже муниципальные образования, в основном это большие города, вышли так называемые красные зоны, по сути уже потребляют чистую воду. Это уже свершившийся факт. Но что безумно приятно, что у нас небольшие поселения, есть и даже 200, 300, 400 человек. Вот сегодня мы в Васильевском, где 2 тысячи человек будут потреблять эту чистую воду. И это очень приятно, что вот даже в такие небольшие поселения у нас заходит эта программа, у нас тоже появляется чистая вода. Водообрабатывающая станция в Васильевском появилась в начале 80-х. С тех пор оборудование там не менялось. Теперь здесь стоят 4 новых бака для очистки воды. Воду из них можно пить не фильтруя дополнительно. На этом работа по программе «Чистая вода под Москвой» в Сергеево-Посадском районе не закончена. До конца года подобное оборудование планируют остановить в лозе и ремаше. Алена Ромашкина, Евгений Шевченко, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова